МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабное ДТП в Днепропетровской области. На трассе столкнулись прицеп грузовика и маршрутка. Погибли 5 человек, еще 7 в больницах с тяжелыми травмами. Подробности ночной трагедии выясняла Елена Миндалюк. Авария произошла накануне около 9 часов вечера. На шоссе возле села Чумуки у КамАЗа оторвался груженный прицеп. В это время по встречной полосе ехала маршрутка с 17 пассажирами. Работников местного мясного цеха везли домой после смены. Столкновения водителю автобуса избежать не удалось. КамАЗ унесло в кювет. У маршрутки буквально срезана левая сторона. Люди, сидевшие у окон, погибли на месте. Еще семеро получили тяжелые травмы. Сейчас они в больницах Днепра. Лилия говорит, чудом осталась в живых. Девушка сидела на заднем сидении автобуса с правой стороны. По ее словам, все произошло мгновенно. Она даже не сразу поняла, что случилось. Люди лежали, кто в крови, кто в сидушках, кто за маршруткой. И все, это все я помню. Ни удары, ничего я не помню. Почти всех пострадавших пришлось оперировать. В областной больнице Мечникова, кроме Лилии, еще двое мужчин. Один в очень тяжелом состоянии. Его жизнь поддерживает аппарат искусственного дыхания. Черепно-мозговая травма и травма шейного отдела позвоночника. Когда происходит травма в высоком отделе, в шейном отделе, это всегда чревато еще ушибом шейного отдела спинного мозга, отеком спинного мозга и возможными достаточно серьезными последствиями. Еще четверо пострадавших в шестой городской больнице. Угрозы их жизням уже нет. Двое находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Состояние их сейчас стабильное, но расценивается как тяжелое. Двое из пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении с травмами характера сотрясения лунного мозга, человекно-мозговая травма. Водители автобуса и грузовика не пострадали. На месте аварии целую ночь работали правоохранители и спасатели. От столкновения части маршрутки разлетелись по всей дороге. Почему прицеп оторвался от грузовика, устанавливает. Уже не призначены все необходимые экспертизы. Это, по-перше, трассологическая экспертиза, также экспертиза технического стану транспортных засобов. И будем проверять сам механизм причепления, причепы до автомобиля КАМАЗ. Водителей уже допросили. По факту ДТП открыто уголовное производство. Виновнику авария грозит до 12 лет тюрьмы. Елена Медалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. И еще одна авария в Днепропетровской области. Буквально пару часов назад на Криворужской трассе перевернулся автобус с детьми. По предварительной информации водитель попытался затормозить, увидев женщину, которая переходит дорогу. Трасса была скользкая. Автобус занесло. Он опрокинулся на бок, зацепив пешехода. Женщина погибла. В салоне было 40 человек. 34 из них дети. Это участники детского ансамбля из Кропивницкого. Они ехали в Днепр на фестиваль Днепровские зори. Почти все пассажиры получили травмы и у многих переломы. Их отправили в больницу на обследование. Доцент, банкир и член аттестационной комиссии по отбору полицейских. Таковы регалии виновника ДТП в Ужгороде. Накануне вечером он, будучи под шофе, не заметил экскаватор и врезался в машину на своем БМВ. Но история на этом не закончилась. О беглом доценте, подбирающем трудовые резервы для полиции, Ольга Теребинская. Преступление без наказания. Это видео вчера вечером на своей страничке в фейсбуке выложил Виталий Глагола. Он случайно стал очевидцем ДТП в Ужгороде. Бывший банкир, член аттестационной комиссии по отбору полицейских, еще и доцент местного университета Николай Бережанский на БМВ врезался в эскаватор. Утверждает, был трезв. На сайте нацполиции действительно есть подтверждение, что Николай Бережанский не только принимал участие в отборе полицейских, но и делился своими впечатлениями об этом с перспективной молодежью Закарпатья. По словам свидетеля, водитель БМВ не только был пьян, он еще и успел снять номера с машины и скрыться с места происшествия. Что вытекает из места ДТП? Нетрезвость водителя подтвердили и работники, которые ремонтировали тротуар. Рассказывают, машина даже не пыталась тормозить, остановилась только из-за столкновения. Вскоре на место происшествия прибыла жена бывшего банкира Оксана Бережанская и заявила полиции, что именно она управляла автомобилем. Женщина путалась в объяснениях и не смогла сообщить, где находится ее муж. После разговора с патрульными забрала автомобиль. Об этом говорится в официальном сообщении полиции Ужгорода и Мукачева. Упоминается также, что машина была без номеров и призывают не распространять ложные слухи по этому делу. И слова, и кадры видеорегистратора свидетельствуют об обратном. Четко видны и номера авто, и то, что за рулем мужчина. Свидетель заявляет, готов дать показания в суде, если придется. Ведь иначе виновнику, который цинично скрылся с места аварии, грозит только штраф в 540 гривен. Ольга Теребинская, подробности, телеканал Интер. Заплатил и на свободу бывший глава департамента ЖКХ Львовского горсовета Юрий Голец пробыл в СИЗО две недели, внес залог в 2 миллиона гривен и вышел из-под стражи. И напомню, что Голец, а фигуранта нескольких уголовных производств, задержали за взятку. Где же скромный служащий мэрии взял такие деньги, выясняла Галина Якушко. Деньги за освобождение из-под стражи до суда, 2 миллиона гривен, скандальный чиновник городского совета Юрий Голец внес накануне вечером и уже вышел из СИЗО. Об этом сообщили в областном управлении СБУ. В следственном изоляторе Голец провел две недели. 19 ноября Шевченковский райсуд Львова постановил арестовать подозреваемого во взяточничестве на два месяца, предоставив право внести залог. Напомню, Голец задержали при получении 80 тысяч гривен. Это была только часть суммы, которую жаждал получить чиновник, тогда еще начальник департамента ЖКХ. Всего он требовал у предпринимателя 800 тысяч гривен. Откат за подписание договора о ремонте тротуаров и домов. За это ему грозит 10 лет тюрьмы. Откуда деньги на залог, неизвестно. Ведь понятно, но собирать такую сумму с зарплаты госслужащего невозможно. Скорее всего, люди близкие к Андрею Ивановичу Судову решили, что выкупить за будь-якие деньги, это дешевле, чем получать большие сроки. У него таких денег не мало, потому что их нет в декларации. Оскільки он человек одинокий, живет с мамой, списать прибыль на то, что заработает его дружина, как это обычно делать, и другие чиновники, он не может. Взяточничество. Не единственное, за что будут судить Юрия Голеца. Его считают одним из виновников трагедии на Грибовицкой свалке. Прокуратура обвинила Голеца в служебной халатности по делу о пожаре на полигоне. Где 30 мая во время тушения огня произошел обвал и погибли 4 человека. Следователи полагают, что Голец, будучи руководителем департамента ЖКХ, не контролировал, как эксплуатируется мусорный полигон в Грибовичах. Напомню, даже такие обвинения не стали поводом для увольнения Голеца мэром Андреем Садовым. Не зря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Голец самый любимый сотрудник львовского градоначальника. Указ о его отстранении от должности Садовой подписал только после того, как подчиненный погорел на взятки. Где сейчас находится любимчик Садового и чем будет заниматься, неизвестно. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер, Львов. Покращение в нафтогазе. Топ-менеджмент украинского газового монополиста в следующем году будет получать до 40 тысяч долларов в месяц. Согласно уже утвержденному финплану компании, зарплаты руководства вырастут в 10 раз. Интересно, что и в этом году средств на оплату труда всех сотрудников компании потратили в два раза больше, чем в прошлом. Более полмиллиарда гривен. А среднемесячная зарплата одного сотрудника нафтогаза превышает 60 тысяч гривен. В Николаевке Донецкой области накаляется ситуация накануне выборов объединенной территориальной громады. Сегодня истек срок, отведенный на формирование тер избиркомов, а решение так и не приняли. Причина – бойкот заседаний районной комиссии представителями нескольких партий. Из-за их отсутствия нет кворума. По мнению участников избирательного процесса, цель бойкота – фальсификация документов и организация эффективных выборов. Кандидаты-самовыдвиженцы на пост мэра Николаевки, а также претенденты в местные депутаты объединились, чтобы не допустить фальсификаций и срыва голосования. Они направили коллективное обращение в ЦИК и с требованием разобраться. Сегодня мы видим, какие проходят, можно сказать, махинации, можно сказать, давление со стороны определенных политических сил, которые заинтересованы то ли в срыве выборного процесса, то ли в его фальсификации. Коалиция войны, которая сейчас появилась у нас, раскачивает ситуацию в тяжелом регионе. Люди все устали от войны, все хотят мира. Накануне дня украинской армии в зоне АТО 12 десантников, из них трое посмертно, были удостоены звания народного героя. На 20-й церемонии негосударственную награду «Трезуб» вручили бойцам, которые прошли самые горячие точки на востоке Украины. Кто эти герои, расскажет Ирина Баглай. Они первыми встретили войну на востоке. География их боев – самые горячие точки по всей линии фронта. Сегодня «Трезубы» ордена «Народный герой», выплавленные из серебра, которое присылают люди со всей Украины, вручали голубым беретом. Что-то в этом есть символическое. Краматорск, десантники, в бой, в самые тяжелые и трудные места, все-таки пришли десантники. Их труд, их подвиг, а мы сегодня видели примеры невероятного подвига, нужно отмечать и дальше. Самая тяжелая миссия для командиров – представлять погибших героев своих товарищей. Трое десантников – Александр Черняков, Владимир Бузенко и Андрей Грицан – удостоены звания «Народный герой» посмертно. Своей стейкости, ее не бывает мало. И тут она забралась сейчас. И это великое счастье, что я могу их нагородить. Среди награжденных командиры, благодаря которым экипажи выходили целыми и невредимыми из боев. Виктор Репик получил ранение во время бою в районе Донецкого аэропорта, взятие шахты Бутовка. Но и после этого оставался со своей ротой. Майор Виктор Репик, он был командиром 2-й арабельной десантной роты. И вот когда мы действовали постоянно вместе со 2-й ротой, мы выходили, у нас даже трех-четок не было. Просто не было трех-четок. При этом было бы неожиданно. Для командира трезуб неожиданность. В этот же день он представлял к награде своего подчиненного Владислава Кузнецова, который спас жизнь своим раненым товарищам и потерял руку. Семь человек, которые были ранены, плюс пулеметчик и водитель, которые просто не могли смотреть за тылом, потому что пулеметчик работал. В тот момент, когда загружали раненых, влетела граната. Вот и взял, когда выбрасывал, как я уже говорил, за свои упадки. Согласованное с героями Украины мнение о том, что герой – это человек, который справился с обстоятельствами, когда что-то пошло не по плану. Народные герои, в отличие от героев Украины, это чаще всего совокупные заслуги. Награды народных героев в Краматорске получили 12 десантников из пяти высокомобильных десантных бригад Украины. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2017 год с учетом военной помощи для Украины и запретом на сотрудничество с Россией. Общий размер военного бюджета США почти 620 миллиардов долларов, из них 350 миллионов для нужд украинской армии. Проект бюджета Сенат Соединенных Штатов рассмотрит уже на следующей неделе. В Израиле всерьез задались вопросом, разрешать ли женщинам служить в танковых экипажах. Причем споры ведутся ожесточенные. Противники говорят, что представительницам прекрасного пола нет места в танке, как и на корабле. А чем же мотивируют свою правоту сторонники смешанных экипажей, продолжит Сергей Ауслендер. Давно прошли те времена, когда женщины в израильской армии сидели исключительно в офисах и перебирали бумаги. Теперь они служат наравне с мужчинами в пехоте и артиллерии, в разведке и авиации. В общем, делают все. Ну или почти все. Вот из-за этого почти и разгорелась дискуссия, служить ли девушкам в составе боевых танковых экипажей. Ведь сейчас для них потолок — это инструктор в учебном центре. Наши психологи выяснили, что мужчины лучше усваивают материал, если инструктор — женщина. Поэтому мы охотно набираем на эти должности девушек. Таким образом мы освобождаем ребят для службы в боевых частях, где вечно не хватает людей. Но израильские феминистки подняли шум. Как это? Женщины пилотируют самолеты, участвуют в боевых действиях. Почему не открыть для них еще одну специальность? Но военные категорически против. Генералитет буквально встал на дыбы, дескать, покушаетесь на святое. Тем, кто служил непосредственно в броне, идея также не по душе. Геннадий, бывший наводчик танка, три года срочной, потом еще 20 лет резервистской службы, уверяет, что девушки для такой работы не годятся. Как девушка будет находиться три дня в замкнутом пространстве, еще с тремя мужиками, со временем боевых действий в городе, например, я помню, там, операцию «Защитная стена», мы сидели, по-моему, больше суток или двое не вылазили из танка. То есть люки закрыты. То есть все делается инфтрим. Мы не то что в замкнутом пространстве, в тесном, как на подводной лодке, мы просто сидим друг над другом. То есть мы друг в друге находимся. Естественные потребности приходится отправлять в пластиковые бутылки, по многу дней не переодеваться. Специалисты призывают не забывать и о том, что пребывание в маленьком замкнутом пространстве молодого парня и девушки может привести к определенным последствиям. А такие проблемы армии точно не нужны. В этой яростной борьбе сторонницы женского равноправия как-то подзабыли один момент. Служба на танках – это не просто ездить, стрелять и нажимать на кнопки. Это еще и тяжелая физическая изнурительная работа. Например, по нормативу перебитую гусеницу нужно заменить за 4 минуты, используя при этом кувалду, лом, тяжелые гаечные ключи, один танковый трак, то есть колесо, весит 25 килограммов. Или другой момент. Израильские танки создавались в соответствии с традициями западной школы танкостроения. Они крупнее, в них больше места, соответственно, меньше ограничений на рост и вес членов экипажа. Отсюда другой нюанс. Как девушка сможет вытащить через люк раненого мужчину, если он весит, например, 90 килограммов? Так что дискуссия, скорее всего, завершится тем, что воевать в бронемашинах представительницам прекрасного пола не разрешат. Как уже когда-то не допустили к службе на подводных лодках. В конце концов, им и так разрешили уже намного больше, чем в других странах. Должны же в израильской армии остаться хоть какие-то исключительно мужские специальности. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Пущеводиция под Киевом сегодня неспокойна. С утра въезд в один из коттеджных городков перегородил бронеавтомобили, а на территорию ворвались вооруженные люди. Позже оказалось, с обыском наведалась военная прокуратура. Следственные действия проводили в доме одного из сотрудников смарт-холдинга, бенефицаром которого является депутат оппозиционного блока Вадим Новинский. При этом прибывшие адвокатом следователи так и не дали ознакомиться с решением суда. Сам хозяин дома сейчас в отъезде. На территорию коттеджного городка никого не пускают. По словам юриста, сотрудники прокуратуры нанесли ущерб имуществу его клиента. Николаевские спортсмены против директора муниципального спорткомплекса. Уже целый год в городе закрыт единственный бассейн, где пловцы готовились к соревнованиям. Ему необходим несложный и вовсе недорогой ремонт, который при этом люди готовы взять на себя. Почему не согласно руководителю? Крио Ищишин выяснял. Бассейн в этом спорткомплексе единственный в городе. С начала учебного года он закрыт. Занятие запретило руководитель бассейна. Всему виной вот эта течь. Завхоз показывает бетонную чашу бассейна на техническом этаже. Раздули весь этот базар на Киев. Письма, что треснул бассейн, что там течет. Он в аварийном состоянии. Это вообще. Тут работы на один день. На один день работы. И бассейн бы работал, и люди бы занимались, и оздоравливались. Ситуация абсурдная, говорят и сотрудники, и спортсмены, и родители детей, которые ходили сюда на плавание. Мой ребенок занимается секцией греко-римской борьбы. Мы раз в неделю плаваем. Они занимаются просто на матах. Просто парадокс. Пловцы, дети, которые пловцы занимаются в секции плавания, занимаются плаванием на суше. Родители предложили починить бассейн за свой счет. Техперсонал посчитал, нужно всего 2000 гривен, чтобы купить специальный герметик и заделать микротрещину. Я работаю лаборантом 15 лет. Течка бассейна – это беда всех бетонных бассейнов, не только нашего. 10 лет тому назад эту трещину я заделывала лично сама в выходной день. Он 10 лет продержался. Но руководитель категорически против, заявляет, ремонт должна делать специальная строительная фирма. Предварительно там выставили счет за проведение работ – 50 тысяч гривен. Я печатала, именно бассейн опечатала, для того, чтобы люди посторонние не вошли туда и не стали делать работы. Потому что отвечать за это буду все равно я. Ведь конструкция наша, она очень опасная считается. Но на оплату услуг строителей денег нет, а директор бассейна ни на какие компромиссы не идет, утверждают сотрудники. Давайте договоримся в кредит, запустим бассейн и сделаем это в кредит. Люди согласны. Мне говорят, мы не будем делать этого, нам не дают запустить бассейн. Работники и родители считают, что в данном случае или пытаются отмыть деньги, или обанкротить предприятие, чтобы потом продать бассейн дешево в частные руки. Поэтому уже готовят обращение в Министерство образования и науки, которому принадлежит спорткомплекс, с просьбой повлиять на ситуацию. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев. Об украинском кино говорил сегодня президент Порошенко с отечественными кинематографистами. Обсудили предложение главы государства по изменениям законопроекта о господдержке кинематографа в Украине. Договорились в кратчайшие сроки подготовить текст нового проекта закона. Я напомню, что в сентябре этого года президент воспользовался правом ВЕТА и вернул документ со своими предложениями в парламент. Переконивайте меня в том, что кино потребует государственной поддержки, аж никак не потребует. Сегодня мы должны поддерживать именно украинское кино, чтобы на телеэкранах и в кинотеатрах было качественное, профессиональное кино, которое бы иметь доступ к украинским глядачам. Я уверен, что мы тоже по один боку баррикад. Убытки от их деятельности более сотни миллионов евро. На задержание лидера «Эваланч» в Полтаве бросили целый отряд спецназа. Капканов пытался бежать и отстреливался, но его все же задержали. Как оказалось, ненадолго. Со вчерашнего вечера он снова на свободе. Его отпустила судья Октябрьского райсуда Полтавы. После ареста Капканова планировали выдать другой стране. Судья Лариса Кулешова отказала, мол, задержанный гражданин Украины. А законодательство не предусматривает выдачи украинцев, подозреваемых в преступлениях, которые инкриминируют хакеру. Где он сейчас, неизвестно. Был ли взлом? С счетов российского Центробанка исчезло 2 миллиарда рублей. Такую информацию обнародовали зарубежные СМИ. Но позже в Центробанке внесли уточнение. Так пропадали ли деньги? Сколько? И кто в итоге пострадал от хакеров в материале наших корреспондентов? Разговор о кибербезопасности в эфире американского телеканала CNN наделал много шума. Как оказалось, чтобы взломать банк, много усилий не надо. Некоторые это умудряются делать даже в домашних условиях. Хакеры способны опустошить банковские ячейки при помощи компьютерных сетей. Большинство банков не держат наличные. Хакер проникает в сеть небольшого банка и заставляет другие банки перемещать активы. Видеозапись эфира разместили на официальном сайте канала. Однако его сопровождает текст с совершенно иным содержанием. Сообщается, будто из-за действий интернет-злоумышленников со счетов Центробанка России пропали 2 миллиарда рублей. По данным журналистов, изначально эти люди собирались присвоить себе 5 миллиардов. Помешала служба безопасности финансового регулятора. Их действия она пресекла, но не так, чтобы уж совсем успешно. Убытки все равно есть. Но вроде бы не у Центробанка. В обзоре финансовой стабильности, который был представлен накануне вечером, речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки в результате хакерских атак на коммерческие банки за весь 2016 год. Когда именно произошли атаки и какие хакерские группировки за ними стояли, в Центробанке не уточнили. Мила Орехова, подробности, телеканал Интер. Барак Обама настаивает, для первых лиц в новой команде Трампа нужно провести специальный брифинг по кибербезопасности. Почему безопасность в сети он включил в список приоритетов? Дмитрий Анопченко выяснил подробнее. Администрация Обамы передает дела официально, при журналистах и камерах, встречаясь с новыми чиновниками Трампа, которые уже в январе займут свои кабинеты, и неофициально, на всевозможных, в том числе и секретных, брифингах. Экономика, внутренняя политика, Ближний Восток, разведка. И вдруг среди этого рутинного, в общем-то, процесса неожиданное заявление, причем публичное. Обама потребовал, чтобы для команды Трампа провели закрытые совещания по кибербезопасности, на которых новым чиновникам, в том числе и новому вице-президенту, передадут государственные секреты о компьютерных угрозах. Обама уверен, что именно сейчас они как никогда велики. Он создал специальный фонд с бюджетом в 3 миллиарда долларов, чтобы заменить устаревшие компьютерные программы, которыми пользуются государственные структуры. Нанял на работу в правительство 6 тысяч специалистов для борьбы с хакерами и защиты сетей. Но теперь опасается, что Трампу будет не до этого, и его киберпрограммы свернут. Вот почему не просто предложил свои наработки, но и выпустил официальное заявление. О каких именно угрозах речи, какие секреты хочет передать Обама, понятное дело, что не разглашается. Но пресса предположила, что недавний взлом электронной почты демократов, в том числе и их компьютерных систем, это, мол, лишь вершина айсберга. И что ФБР, проводя свое расследование этого инцидента, могло установить проблемы куда серьезнее, в том числе и проблемы с защищенностью правительственных каналов связи. Вот почему Обама, передавая дела и говоря с теми, кто его заменит, о проблемах реальных, очень хочет им рассказать и о угрозах виртуальных. Ситуация тревожная настолько, что в команде Обамы даже обсуждают вопрос о назначении специального посла по кибербезопасности. Человека, который от имени США мог бы вести переговоры с антихакерскими подразделениями и киберполицией других стран мира. Назначить его уходящий президент может и сам. У него для этого еще месяц есть. Но дальше пульт управления он вынужден передать новой команде. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Масштабный пожар в Калифорнии унес жизни 9 человек. Еще 25 пропали без вести. Трагедия произошла в Окленде во время вечеринки. Из-за пожара обрушилась крыша огромного здания. Внутри находилось около 50 человек. Полицейским до сих пор не удалось полностью осмотреть помещение из-за его большой площади. Причины возгорания неизвестны. По предварительным данным, во время вечеринки использовали пиротехнику. На Кубе готовятся к церемонии похорон Фиделя Кастро. Состоится она завтра. На остров Свободы прибывают мировые знаменитости и политики. Почтить память коменданте. И напомню, Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. До погребения тела Фиделя провезли по маршруту почти в тысячу километров. Именно этой дорогой в 1959 году после победы революции проехали Кастро и его товарищи, свергнувшие диктаторский режим Батисты. Британские студенты хотят спать в библиотеках. Звезды футбола попались на офшорном скандале, а тайцу грозит тюрьма за оскорбление нового короля. Об этом не только в нашем обзоре. Первый пошел. Тайца арестовали за размещение в соцсети статьи о новом короле. Материал BBC был посвящен личной жизни Махи Вачиралангкарна, которого короновали в четверг. Власти сочли, что публикация оскорбительна для монаршей особы. А в Таиланде это серьезное преступление. Студенту грозит до 15 лет тюрьмы. Офшорный футбол Кристиану Роналду и тренера Жозе Мауриньо подозревают в неуплате налогов. Проект Football Leaks опубликовал скандальное расследование по материалам, которые раздобыли журналисты немецкого еженедельника Der Spiegel. По данным расследователей, Жоржа Мендеш, их общий агент с помощью махинаций, помогал скрывать данные о доходах и не платить налоги. Капсулы для сна в библиотеках Эдинбургского университета требуют установить британские студенты. И даже предоставили отчет об их пользе. Якобы студенты жертвуют сном ради внеуниверситетской работы. И 93% опрошенных не прочь вздремнуть в студгородке. Руководство пока размышляет над предложением. Подобные капсулы уже появились в университетах Майами и Вашингтона. В Египте нашли останки легендарной царицы Нефертари. Правительница скончалась около 1250 года. Она обладала немалой властью и отличалась необыкновенной красотой. Гробницу Нефертари обнаружили в начале 20 века. Тогда же нашли остатки мумифицированных конечностей. Но только сейчас удалось подтвердить их принадлежность. Вежливая авиация. В Германии небольшой частный самолет написал в небе слово «Хэллоу». Пилот проложил свой маршрут так, что на радаре образовалось приветствие. Ранее это же судно изобразило в небе самолет, сердечко и автограф пилота. Дмитрий Портвуд Кутчер. Так назвали своего новорожденного сына голливудские актеры Мила Кунис и Аштон Кутчер. Мальчик появился на свет в среду. Это второй ребенок пары. Супруги воспитывают двухлетнюю Уайетт Изабель. Наш эфир заканчивается. Не пропустите завтра в 20.00 подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот коротко о чем пойдет речь. Последний приступ законотворчества. Восемь дней до депутатского отпуска. Что успеют сделать для страны и что для себя? Под тенью мантий. Кто превращает украинские суды в частные предприятия? И как выгнать из системы бриллиантовых прокуроров и судей? Лечить или залечить по-новому? Оздоровлением или вымиранием нации обернется для Украины стартовавшая реформа медицины. В гостях у сказки. Почему российские спецслужбы прописали столь смешную роль для Януковича на допросе? Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Свежие новости вы также можете прочитать на нашем сайте подробностей. Хорошего вам субботнего вечера. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok